МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет, дорогие друзья! Чуть домой мне довезло. Чуть домой довезло. Ручки холодные. Лобик холодный. Температура 34. Температура 34. Ехал по дороге, кричал. Мне плохо, я умираю. Олова кружится. И, короче, у чешей не дрова везешь. А где ж тут чешей, коли на скотчке ямки везде? Это жизнь, молоденький. Скоро кинусь на кроватку. Говорит, хотя холодно, хотя жарко. Холодно вообще. Холодно вообще. Короче, посиди со мной, принеси мне кофе. И дай мне буйсечку. Да, да. Нытика привезла с больницы. Короче, испортили мне мужа. Да? Угу. Ну, подумаешь, немножко большой... Холодно как. Большой ребеночек, да? Будет дома у нас. Я не дома, когда вечером там отпустят. Ладно, к спи пойду дальше разбираться. Хорошо? Кофе, да, делать? Хорошо. Сегодня... Ой. А еще сегодня заехала в зоомагазин. Купила рыбкам... Купила рыбкам корм. И захотелось мне еще докупить нам в аквариум вот эту вот серенькую. Она... Вот эта вот серая, она получается такая, какая она вот она есть сама по себе. А это вот, мне сказали, это уже цветные, это уже искусственно выведенные. Вот, купила вот эту вот оранжевую такую. Потом где-то вот белую такую вот серебристую. Ну, и вот эта вот черненькую, обычную. Ага. Так они по 3 рубля стоят. Конечно. Плюс корм, да, и равно 10 рублей потратила на рыбок. Ну, кто-то любит хомячков, кто-то любит змей, кто-то любит это самое, тарантул. Ну, у нас тоже свои тарантулы есть. Хомячки у нас были. Ну, у нас есть человек, который не любит хомячков, и нам пришлось от него избавиться. Так вот, тоже, может, хомячки у нас были. Вот. Ну, вот, решили завести рыбок. Видали, какие? Красиво так. Хочу еще много рыбок таких. Кстати, им здесь места достаточно. Если сейчас мне начнут писать, говорить, что в этом аквариуме им очень мало места, им здесь немало места. Они могут жить большими семьями, когда их очень-очень много. Только мне надо им еще докупить сюда или сходить к нашей Олеське. вот, взять у нее водорослей посадить. Ладненько, кофе закипело. Кофе закипело. Ой, боже, одежду сложить. Коза еще на улицу вывезти. Короче, у матери дел мне проворот. Разобрать сумки вон, бакеты Саши, что привез в больнице. Вот. Ладненько, ребятки, отключаюсь, что совсем неудобно одной рукой. Ребятки, у нас уже и вечер. Как говорится, уже все знают, что утром в стараях, днем дома. Сегодня я его съездила, забрала. Може, вы его уже увидели, нытика моего. Это не так страшно, чтобы вы меня более-менее хорошо видели. Вот. Ну, я уже вечернюю свою доглядку доглядилась. Осталось вечером часов в 8 сходить, подарить козочку. Ну и все. Как бы иду, откину ноги на диван. Может, еще и поем что-то. Я очень сильно понимаю Ольку. Олька, тебе привет. Понимаю, как ей одной, так у нее детей еще больше, чем у меня. Хозяйство больше, чем у меня. Каково ей одной тоже столько времени. Я только всего лишь три дня на хозяйстве. То есть, одна осталась по дому, по хозяйству. И это очень сложно, я вам хочу сказать. Ты уже, кажется, ну, время мое уже всегда расписано, да, по часам, где что я делаю. А тут бац, еще навалилось хозяйство на меня. Это не секрет. Все знают, что хозяйством я не занимаюсь никогда. На хозяйстве всегда сидит у нас муж, кормит, убивает, разбирает, прибирает. То есть, на хозяйстве меня всегда муж. Я только, если он не успевает с работы приехать вовремя, я доглядаюсь, либо ему надо рано-рано ехать где-то далеко, раньше выехать, тогда я утром доглядаюсь. Вот. А так, чтобы плотную я хозяйством занималась, такого не было никогда. Вот мы семь лет живем, и за семь лет вот это вот у меня впервые на меня все навалилось, это очень сложно, и я сочувствую моей Олечке, что у нее так с хозяйством видно, как она со всем этим справляется, и дети, и болезни, и зубы, и тому подобное. Вот. Так что будем как-нибудь справляться. Вот. И большое всем спасибо, что вы со мной. Вот. Всем счастья, любви, здоровья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok